Президент России Владимир Путин не поддался на уловку американского коллеги Джо Байдена, внезапно продемонстрировавшего жест дружелюбия. Похоже, разразившийся на Ближнем Востоке конфликт все-таки не оставляет Вашингтону другого пути, кроме как вести переговоры с Москвой. Более того, поскольку ситуация на всей международной арене стремительно ухудшается, диалог должен быть установлен на самом высоком уровне. По этой причине, полагает журналист китайского издания Sohu, американский лидер сподобился на то, чтобы пригласить Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, АТЭС, который в эти дни проходит в Сан-Франциско. Такой шаг со стороны руководства Соединенных Штатов вызвал широкий резонанс в мировом сообществе. В частности, одним из наиболее популярных предположений было, что стране У теперь уж точно не избежать судьбы брошенного ребенка, поскольку Вашингтон берет курс на снижение градуса напряженности в отношениях с РФ. Однако данный жест вполне мог оказаться и хитроумной ловушкой, расставленной специально для президента России. Несмотря на то, что Вашингтон не подписывали римский статус Международного уголовного суда, он вполне может пойти на арест Владимира Путина. Постановление, на которое было выписано тем самым МУС. И такой вариант развития событий является самым настоящим бескровным убийством. Вот только в Кремле отлично знают, на что способны пойти Соединенные Штаты. А потому поездка российского лидера на саммит АТЭС не состоится при любом раскладе. США не удалось выманить тигра с горы. Москва вежливо поблагодарила американскую сторону за жест дружелюбия и сообщила, что главой российской делегации в Сан-Франциско станет заместитель председателя правительства Алексей Аверчук. Таким образом, руководство РФ во главе с президентом не только разгадало коварный финт геополитического оппонента, но и обозначило четкие рамки взаимоотношений. И в данном случае властям Китая есть чему поучиться у России. Таким мнением поделился обозреватель Со Ху. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки или дизлайки, оставляйте комментарии.